Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроумно, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Практически каждая девушка мечтает выйти замуж и не просто поставить штаб в паспорте, а обрести человека, который станет ее второй половинкой, надежной опорой и прекрасным отцом для детей. Мы предлагаем тебе 12 знаков из Библии, которые могут помочь выбрать самого лучшего мужа. Он заботливый. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Эта фраза даже не требует дополнительных объяснений. Любовь и забота – это первое, что должно быть в отношениях. Он верный. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Верность – лучшее доказательство любви, ведь это показывает, что мужчина ценит и уважает тебя. Изменивший единожды может изменить снова. Он надежный. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж и есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Для жены муж – это поводырь, он ведет ее по жизни. Если человек ненадежный, разве захочешь ты с ним идти? Речь идет о том, что муж должен стать во главе семьи и повести своих жену и детей к благополучию. Он следит за собой. Так должны любить мужья своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Твоего избранника должно волновать состояние его здоровья. Человек, не заботившийся о себе, не сможет позаботиться о других. Он уважает тебя. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жамчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Ты жена, а не прислуга. Брак не должен мешать твоим целям и личностному росту. Мужчина должен поддерживать тебя в твоих начинаниях, ценить и уважать то, что ты делаешь. Он ценит тебя. Встают дети и облажает ее. Муж и хвалит ее. Все твои старания не остаются незамеченными. Ты заслуживаешь, чтобы тебя ценили и уважали твой труд. Тебе нужен мужчина, который будет подпитывать твою уверенность, а не наоборот. Он терпеливый. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Речь не о том, что можно сесть мужчине на шею и свесить ноги. Просто лучше всего выбирать мужчину, который не будет хамить тебе и срываться по каждой мелочи. Если тебе не нужны постоянные споры и разборки, то нужно все же выбирать мужчину со спокойным темпераментом. Он достойный человек. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Многие женщины думают, что им под силу превратить негодяя или пяницу в порядочного мужчину своей любовью и заботой. Но это так не работает. Человек может измениться только тогда, когда захочет этого сам. Он независим. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил. Посему оставит человека отца своего и мать и прилепится к жене своей. Речь идет о том, что мужчина не должен быть зависим от родителей. Ни финансово, ни морально. Ведь вряд ли тебе хочется, чтобы все решения согласовывались с его родителями. А после еще и жить пришлось вместе с ними. Он не обжора и не пьяница. Не будь между упивающимся вином, между присыщающимся мясом, потому что пьяница и присыщающийся обеднеет и сонливость оденет в рубище. Пьянство и обжорство не только опустошает кошелек, но и губят тело и разум. Во всем должна быть умеренность. Он мудр. Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупым развратится. Суть в том, чтобы твой избранник мог отличить добро от зла и следовать по правильному пути. Если ложь, обман и безответственность считаются нормальными для него, то этот мужчина не принесет тебе ничего доброго. Он приблизит тебя к Богу. И обручу тебя мне навек. И обручу тебя мне в правде и в суде, и в благости, и в милосердии. И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. Если ты веруешь в Господа, то твой мужчина будет идти с тобой по праведному пути и не отворачивать тебя от Бога. Только такой человек сможет привести семью к Божьему благословению. Вот так Библия советует выбирать себе мужа. Эти советы мудры и ценные, но выбор делает все равно тебе. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в инстаграме и фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока!